Как будет выглядеть новая набережная от речного вокзала Доброска-Мола? Это обсуждали сегодня на стратегической сессии представителей всех заинтересованных сторон. Это и активные горожане, молодежь, представители власти и других структур. О чем шла речь и какой облик набережной рисуется в воображении людей, узнавала моя коллега Виктория Зыкова. Больше века назад здесь, на месте нынешнего речного вокзала, стояло всего несколько деревянных домов. Сегодняшнюю набережную использовали как рыбно-торговую территорию. Сейчас запрос на спортивно-событийный сценарий. Как будет выглядеть новая набережная отсюда и Доброска-Мола? Сегодня зависит не только от чиновников, но и от жителей Хабаровска. Перед тем, как начать работать над проектом, специалисты решили спросить мнение всех, кто может быть заинтересован в том, как будет выглядеть новая набережная. Вот эта часть города уникальна с точки зрения своей объединяющей функции. То есть мы можем соединить южный и центральный районы, при этом дать толчок развитию центральной части города. Сделать именно как современный музей, чтобы люди могли именно там проходить мимо и изучать какое-то творчество. Там могли выставляться какие-нибудь современные художники Хабаровского края. И я думаю, что нужно добавить именно зону фудкорта, чтобы именно крытое какое-то пространство. Набережная нужна как место для созерцания. Созерцание Амура, потому что он прекрасен и шикарен. И созерцание чего-нибудь на набережной. Ну вот, собственно, арт-объекты какие-то, которые в том числе могут с Амуром взаимодействовать, с ветром, с солнцем, вот с этими всеми вещами, которые будут вызывать эмоции, вдохновлять людей. Однако, кроме эстетики, нужно учесть и объективные экономические и инфраструктурные факторы. Процессы в Амуре, происходящие на протяжении последних 10 лет, очень сильно изменили те сооружения, которые строятся для защиты правого берега Амура и наших сооружений. Поэтому необходимо комплексные исследования провести для изучения влияния на них. Мы вкладываем туда определенные деньги. И, конечно, кроме удобства и комфорта, мы бы хотели, чтобы часть денег в виде налогов возвращалась в бюджет города Хабаровска. Естественно, в первую очередь это касается организации сервисных услуг. Это торговля, общественное питание. Это уже вторая живая встреча с заинтересантами процесса. Кроме нее было проведено масштабное онлайн-исследование, где любой человек мог заполнить анкету и написать свои пожелания. Мы же не спрашиваем людей, что вы хотите, потому что это такой вопрос, запрещенный в урбанистике, что вы хотите, это на рынке такие вопросы. Мы спрашиваем, как вы живете. Почему у нас было две анкеты? Анкета «Горожанная» и анкета «Набережная». Потому что, во-первых, «Набережная» не в космосе, а в городе. Нужно понимать, куда город хочет развиваться дальше. Хабаровская набережная сегодня одно из тех мест, которое вызывает особое чувство сопричастности в людях. Перед архитекторами стоит непростая задача. Объединить пожелания горожан, центральные векторы развития города, учесть вызовы, которые дает река, экономический компонент и утилитарную составляющую. Все это должно создать новый бренд Хабаровской набережной. Эта набережная будет незатопляемая. Это будет некий коридор, незатопляемый, по которому можно будет пройти. И с этого коридора будут сходы вниз на берег Амура. Мы приходим к территории Дальневосточного художественного музея, в перспективе, которая будет у нас. Собственно, мы соединяем нашу территорию набережной с этим музеем. Далее мы двигаемся в сторону улицы Пионерской и попадаем на лодочную станцию. Лодочная станция будет в перспективе выноситься, и на ее месте будет создано новое благоустройство набережной. На проектирование новой Хабаровской набережной у архитекторов уйдет порядка года. Ну а дальше объемный, но увлекательный процесс реализации нового городского пространства. Виктория Зыкова, Ольга Власова. Смотри Хабаровск.